Любовь к рыбалке не разделяет людей по полу, возрасту, интересам и другим параметрам. Взяв в руки спиннинг, отвлекаешься от суеты, всецело погружаешься в этот захватывающий процесс, считает председатель городского комитета по физкультуре, спорту и туризму. Физически довольно-таки сильно изматываешься на рыбалке, встаешь, потому что, как обычно, ехав с ночевкой, не всегда удается поспать на совсем комфортных условиях. Но, тем не менее, ты приезжаешь такой, как сказать, немножко опустошенный, может быть, нет каких-то своих проблем. По мнению рыбака-любителя, наш район очень благоприятный и богатый на рыбные места. И долго искать место хорошего клёва не нужно. У нас нефтеканцы вообще находятся в очень замечательном месте. Здесь столько много озер, реки, распадает буй, белая, кама, все эти озера, тоны недалеко. То есть это довольно-таки рыбные реки. И у нас замечательное место для рыбалки, для охоты. Лучше не придумаешь. Что же касается медиков, то они всецело поддерживают этот не просто приятный, но еще и полезный вид отдыха. И рыбалка является хорошей профилактикой многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Кроме того, это отличная тренировка для групп мышц, плечевого пояса, груди и брюшного пресса. Когда человек закидывает неоднократно удочку, он как раз использует эти группы мышц. Кроме того, не только мышцы, но и суставы, и связки тренируются. Когда человек ходит, выискивая место, тоже проходит определенный промежуток, имеет нагрузку физическую. Эта физическая нагрузка еще чем полезна? Тем, что человек не воспринимает ее как работу. То есть он не утомляется, он получает удовольствие, радость в процессе этой работы, в процессе этой тренировки. И поэтому она еще вдвойне полезна. Во время ловли рыбы уменьшается пульс, возрастает легочная вентиляция, устраняется застой крови в нижних отделах легких. А сердце начинает работать именно с той нагрузкой, которая ему необходима. Это даже своеобразная медитация, когда отключаешься от всего и настроен только на один процесс. Эта способность концентрироваться на чем-то, на едином процессе, тоже приводит к тому, что у человека выработка эндорфинов повышается, настроение улучшается. Это такой своеобразный естественный антидепрессант, очень полезный для мыслительной деятельности и для эмоционального состояния человека. А все вместе способствует долголетию здоровью человека. Так что рыбалка – это прекрасный способ оздоравливаться естественными способами и получать при этом массу положительных моментов. Главный, из-за чего, собственно, все и затевается, естественно, этот. Рыбка, рыбка, рыбка. О, какая красота!